за авиаударов по ИГИЛ на территории Сирии. Спасибо. Просто перед тем, как начать отвечать, вы скажите, мне на остальное... Мы реально хотим уничтожить эту заразу, потому что мы понимаем, что эта зараза может вернуться к нам в Россию. То есть мы боремся не ради телевизионного шоу, не ради очередных выборов, а мы боремся для того, чтобы уничтожить максимальное количество бандитов, которые с оружием в руках сегодня окопались на территории Сирии. ГАЗД по ЦРУ и вышла из-под контроля, и система... Коалиция, которую возволяла Америка, их задача была уничтожить Башара Асада и ни в коей мере не отрубить голову ИГИЛ. После работы коалиции ИГИЛ укрепился материально, получил новое вооружение и чем больше коалиция во главе с Америкой продолжала работать в Сирии незаконно, тем больше укреплялся, накачивал мускулы ИГИЛ. У нас разные подходы, у нас разные методы борьбы. Мы потом по очереди, да. Хорошо, спасибо. Каждый здравомыслящий человек в Европе понимает... Безусловно, бомбардировочная авиация не может применяться бесконечно. Ее главная цель – уничтожить то, что обычными методами сирийская армия не может сделать. Но сколько это будет в днях, я думаю, вам сегодня никто не ответит на этот вопрос. Все зависит от интенсивности работы, и та группировка военно-космических сил, которая сегодня этим занимается, она вполне способна это сделать за достаточно ограниченный период времени. Все зависит от той так называемой коалиции во главе США. Если она не будет мешать, то в ближайшие 3-4 месяца с ними будет покончено. Первую роль в борьбе с международным терроризмом. А ИГИЛ – это таргет.